всем привет меня зовут екатерина добро пожаловать на мой канал и сегодня я бы хотела поделиться с вами небольшим обзором на мою коллекцию кистей от бренда анастасиевые водиной это очень очень классный талантливый визажист из москвы обязательно прикреплю ее страничку я просто очень обожаю ее работы постоянными вдохновляясь буквально недавно у насти проходил онлайн мастер-класс наверно можно сказать онлайн обучение из двух блоков там она показывала коммерческие макияжи также графику в ее таком особым стиле исполнения надо сказать что за ее творчеством я слежу уже достаточно давно мне кажется года наверное два-три последний и вот особенно активно последний год настя стала вводить какие-то новые классные продукты не только кисти но и сегодня немножечко расскажу вам про вот такой вот бьюти миксер это силиконовый разбавитель косметики у которого на самом деле очень много прикольных применений ну и конечно же расскажу про те кисти которые у меня есть коллекции у меня основная часть кистей больше это формы для глаз для макияжа губ какие-то такие маленькие необычные прикольные формы именно для лица кистей у меня не очень много наверное порядка ну трех-четырех можно так сказать так как у нее некоторые размеры кистей достаточно необычные и по их размеру сложно сказать это кисть для лица там для консилера или же для глаз вот поэтому именно за это я люблю ее бренд потому что здесь есть действительно формы которые я ну по крайней мере на своей памяти не припоминаю каких-то аналогов других брендах для этого видео я сделала вот такой вот свой дежурный скажем так макияж это конечно же базовая растушевка красивые какой-то мульти хром в данном случае это у меня новый оттенок от клеона тон брови губы все сделала таким максимально аккуратным выточенным и вообще если вы посмотрите насти на работу то убедитесь что она просто нереальный перфекционист и мне кажется меня это в ней привлекать все-таки в первую очередь потому что ее работы они просто полны совершенства мне кажется можно рассматривать ее фотки макияжей макро просто бесконечно и вы не найдете там просто ни одной ошибки я просто очень удивляюсь и горжусь что есть действительно такие талантливые люди поэтому приятно поддерживать бренд насти приятно про него рассказывать так как есть действительно очень-очень классные получились по моему мнению ну что и давайте делать макияж вот такие вот красивые кисточки у насти это у меня формы для лица и для глаз и также из новых кисточек есть еще такой вот график сет кисть для губ я бы хотела начать макияж естественно с базы по тени я обычно всегда начинаю с глаз использовать буду базу из project пена это urban decay который просто мне кажется никак не закончится на нашу пару штрихов на веке из кистей которым прикольно носить базы есть вот такие вот две формы это номер 017 и 016 это идет чисто из синтетического ворса а здесь по моему немножко есть примесь козы эти несу вот такой вот кисточкой очень удобная она большая плотненькая это 016 и мне кажется для базы для консилера прям очень-очень удобно вот этой кистью мне больше нравится наносить именно консилер почищать немножко тоном наносить вот сюда вот какие-то мелкие участки на лице хочу использовать вот такую вот подложку от пилуис это ментовый оттенок hint of mint и продолжаю сейчас снимать обзор на terra moons оттенок супер нового у меня следующий в очереди скажем так на макияж возьму совсем чуть-чуть базы нанесу на руку очень пигментированные подложки у пилуис поэтому тут хватает на самом деле прям совсем чуть-чуть продукта и буду носить той же кистью которой можно не только классно носить консилер например но и какие-то яркие подложки и получится это сделать очень-очень тоненько как раз как я хочу дела совсем немножко продукта но тут конечно если у вас глаз достаточно обширной формы на каких-то очень-очень маленьких глазах наверное будет не супер удобно поэтому ее я больше советую наверное для консилера и для базы под тени но зато наносит очень быстро прям чуть-чуть добавлено ресничную линию чтобы немножко как-то усадить базу вот эту вот пилуис по краям возьму немножко палетку от хиндаш и смешаю такой оттенок кожи из двух верхних рефилов и просто слегка закреплю внешнюю часть тушевки кисть кстати забыла сказать это номер 06 такая вот большая плоская пушистая кисть все-таки наверное для глаз в первую очередь но ей можно и припудривать зону под глазами тоже очень удобно наносить хайлайтер на более такие маленькие какие-то пространства вот так вот чуть-чуть это все припудриваю чтобы не отпечатывалась здесь еще у хиндаш есть такой прикольный немножко оливковатый оттенок я его как будто же слегка примешиваю чтобы зеленый плавно оттушевать нанести хочу большой плоской кистью это номер 08 есть еще кисть чуть поменьше и такая младшая сестра это 09 тоже очень круто для шиммеров но я хочу именно вот большой нанести беру мультихром прям он такой очень кремовый и наношу плоской этой кистью смотрите как круто заполняет кисть и минимально осыпаний при таком нанесении потому что мы как бы плоскостью до утрамбовываем на века очень красивый цвет немножко могу оставить внешний уголок для затемнения затемнять буду восковым карандашом немножко нанесла на руку и кистью 09 плоской набираю карандаш с руки затемню внешний уголок а другой стороной плоской кисти мы потом с вами нанесем какой-нибудь хайлайтерный оттенок например на внутренний уголок могу вернуться к кисточке номер 06 и как же воды слегка закрепить карандаш подсмешиваю в палетке от хиндаж тоже какой-нибудь бежевый оттенок и дополнительно закрепляю внешний уголок ну в общем то просто создаю легкое затемнение маленькой кисточкой 01 попробую нанести базу от пилуис на нижнее веко она прям очень такая малюсенькая она классно подходит и для сухих продуктов и для кремовых так написано в инструкции в телеграме кистям в принципе я согласна что и крем тоже очень удобно носить видите как получается полупрозрачный прям совсем и добавляю оттенок супернова поверх базы также наношу карандаш растушеванный с руки на внешний уголок тоже нижнего века чуть-чуть затемняю и могу этой же кистью немножко тенями припечатать чуть-чуть возьму оттенка феникс на 09 кисть и нанесу его на внутренний уголок мне очень прикольно такое золотисто-оранжевое сияние мне кажется к зеленому прям классно будет и растяну оттенок чуть-чуть на подвижное веко далее хочу нанести тональное средство мне кажется я более-менее нашла подход к этому тону от живанши который матовая версия и сейчас на лице вы мне видите такой прям сияющий блинчик очень увлажненная кожа это крем вот веледа скинфуд я его ношу очень-очень тоненьким слоем предварительно разогревая в руках и буквально такими аппликативными движениями и тогда тон наносится прям на порядок лучше я буду его наносить в основном спонжем но какие-то мелкие вот такие вот стратегические места мне очень нравится наносить кистью номер 017 в качестве консилера также этот тон использовал достаточно плотный поэтому мне на самом деле его хватает и под глазами в том числе конечно же хорошенько его встряхнем наношу я его обычно на руку сначала и уже с руки буду наносить спонжем то есть так более мягко это делать сначала затем уже когда разношу более так активно по поверхности видите как он получше намного ложится на вот этот крем сильно увлажняющий хотя вот на подбородке не могу сказать что идеально ладно видео не о нем поэтому я сейчас немножко отвлекусь от этого момента чем нанесла на основную часть половинки лица и вот эти вот мелкие зоны я уже доделываю вот этой кистью она реально очень удобная когда вы уже нанесли тон то немножко подлезть крылья носа почистить макияж вот так вот глаз так как то он достаточно плотный ну как мне кажется такое среднее покрытие от среднего к плотному то видите я даже могу в принципе им и синяк перекрыть также нанесу пожалуй кремовые румяна от тауэ 28 это у меня оттенок хэппи ауэр вот этой кистью тоже на самом деле очень прикольно получается наношу на яблочке изначально пигментацию прям максимально снимаю и начинаю уже по кругу так вот оттягивать продукт могу например кисть перевернуть и такими вот штришками вокруг концентрированного пятна немножко подстягивать румянец во все стороны так как есть плоская то вы прям можете очень прицельно наносить и кисть также сама по себе маленького размера поэтому вы не выйдете слишком сильно за пределы необходимого пространства и можно подобраться вот так вот аккуратно к тушевке приподнять румяна сделать такой немножко даже не за как сказать модный эффект наливных щечек прям очень близко когда глаза то получается так вот интересно по-своему далее конечно же моя самая просто любимейшая кисть из всей коллекции это номер 029 для припудривания возьму пудру от кика аналог мой любимый нарс который очень классно сглаживает кожу набираю прям не боюсь побольше продукта потому что у кика очень плотная прессовка и аккуратненько зону под глазами припечатывающими движениями фиксируем также немножко оттушевываю к виску и здесь могу вот переход между румянами и тушевкой тоже сгладить все зафиксировать также нанесу хайлайтер от burberry этой же кисточкой номер 029 просто тоже одно из моих самых любимых наверное сочетаний последнего времени нанесла карандаш от люкс визаж под номером 73 и хочу немножко кисточкой нанести вот такую вот помаду от nyx кисть от у меня 023 я ее нанесла немножко на зеркало потому что хочу тонкий слой так как помада матовая и может подсушивать я буквально вот чуть-чуть на серединку хочу нанести очень люблю это кисть для работы с губами прям вообще супер еще иногда изредка использую для каткриз да чтобы делать какие-то четкие такие формы век но чаще всего все-таки это работа с губами очень классная форма любимая горизонтальная форма номер 019 для того чтобы почистить нижнюю границу губ консилером это у меня сухой матовый консилер от нарс такой вот в круглой шайбочке его называю сама я редко такое делаю то что как правило времени не хватает но в работе с клиентами это просто супер удобная вещь все очень удобно подчищаются смотрите начинала я свой макияж с вот такой вот кисточки это номер 016 я думаю что я буду вставлять фотографию и наверное описание из ее телеграм-канала где можно кстати говоря купить ее кисти написать там администратор в принципе это не сложно так вот кисть номер 016 это из второй партии моего заказа скажем так то есть я сначала заказала некоторые кисти от насти они мне очень понравились и потом я дополнила свой заказ график с этом это сет для стрелок как раз после того как посмотрела вторую часть мастер-класса по графике по стрелкам по какой-то прям супер аккуратной работе с гелевыми и прочими подводками это у нас идет таклон настя его называет сухой спонж это кисть которая может наносить отлично консилер на зону под глаза и также я и наносила базу на все подвижное веко это такая кисть как реально как сухой спонж то есть когда вам нужно текстуру нанести плотненько при этом хорошо ее растянуть но при этом чтобы у вас получилась прям хорошая степень перекрытия хорошая пигментация чтобы вы могли например получить максимум от того же консилера даже если консилер какой-то такой максимально легкий то все равно подобного плана кисть она будет влажную часть как бы втаптывать в кожу да она будет впитываться и пигмент он будет лежать на поверхности примерно как бы это происходило с нанесением благодаря бьюти блендер сегодня наносила новую базу от пилу из и на самом деле мне очень понравился в сочетании с этой кистью так как база пилу из достаточно по текстуре такая кремовая даже немножко жирненькой когда ты наносишь например пальцами ты прям чувствуешь что она прям мокренькая немножко и когда наносишь вот этой кистью получается реально прикольно так как сама водянистая составляющая она просто впитывается в кожу остается классный пигмент он лежит тонко при этом пигментированно и конечно же от консилера в данном случае можно добиться очень крутой пигментации также можно этой кистью и припудривать зону под глазами получится такой ну некий эффект бейкинга можно так сказать далее пойдут две кисточки уже такого более плоского формата это у нас кисти номер 06 по моему это идет имитация белки то есть соответственно это синтетический ворс плоские формы от насти это наверное то что мне больше всего понравилось потому что во-первых у нее достаточно редкие такие формы сами по себе то есть они не банальные какие-то вот просто плоские кисти как в том же рефор или будь то какие то может бренды китайского производства с алиэкспресс у нее есть именно необычного размера скажем так плоские кисти которые я не встречал других брендах а так как я очень люблю плоский ворс вообще любого вида для меня было это каким-то не знаю особым интересом наверное в ее бренде и вот мне очень полюбилась кисточка номер 06 когда на нее смотришь даже не совсем понятно это кисть для глаз или же для лица потому что в принципе ей можно и припудривать зону под глазами хотя конечно же для этого она такая мелковатая достаточно но опять же если вы хотите супер стратегически что-то припудрить не подсушить кожу под глазами я думаю что эта кисть классно справится с такими задачами но в целом это плоско пушистый ворс то есть соответственно классно носить тени в складку тут же их растушевывать более такой да как бы ну то есть вы сначала наносите вот так более узкой стороной и потом более плоской соответственно растушевывать и также можно уводить висок очень классно можно делать такое мелкое локальное скульптурирование носа какие-то такие маленькие тени проставлять и блики в том числе когда вы делаете да там высветление пудрой например тоже в зоне пор какие-то такие мелкие прям работы я такое очень очень люблю и в принципе так как это имитация белки вы можете спокойно ей наносить консилер но только не очень какой-то плотный буквально знаете таким тоненьким слоем с руки классно заполировать так вот все 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 нужные стратегические места то есть какие-то мелкие в которые сложно попасть большой кисть да например там вот этой она такая более толстая сбоку и поэтому как бы вот так вот только если наносить а именно вот такими тонкими движениями очень-очень удобно это супер локальное нанесение более яркого хайлайтера опять же если вы любитель да понаслаивать хайлайтеры разных интенсивностей мой недавний фаворит burberry и я наносила чуть меньше кистью и уже потом перерзять кисть поменьше и на самый центр прям продублировать блик сделать вот таким супер интенсивным следующая кисть примерно из такого же формата это номер 08 она идет чуть-чуть поменьше чем 06 и она такая более сконцентрированная и все-таки она больше плоская по форме нежели пушистая да видит она такая более подсобранная и какие-то растушевочные функции она делает чуть-чуть хуже то есть она больше утрамбовывает но у нее очень необычный размер такой тоже не совсем маленький для глаз она очень классно наносит хайлайтер во внутренний уголок тоже какие-то отдельные такие мелкие тушевки и очень классные также наносить сияшки на подвижное веко она хоть и кажется большой но за счет того что она такая плоская немножечко пушистая она хорошо цепляет всякие шиммеры и так далее и хорошо их раскладывает я сегодня чуть-чуть другой кистью наносила сияющий оттенок на века но мне кажется это такая старшая сестра наверно той кисть то есть она по сути отличается только размером опять же так как у насти в основном все кисти выполнены из синтетического ворса и всяких имитаций так далее у нее по моему только несколько кистей идут с примесью кашмирской козы по моему если правильно помню соответственно этой кистью можно носить тоже базу под тени какие-то кремовые подложки кремовые тени удобно это делать на нижнее веко потому что все-таки плоская кисть нам позволяет это делать таким острым кончиком следующая кисть это номер 012 из имитации белки для углубления формы макияжа глаз она такой прикольный очень вытянутой растушевочной формы но она не слишком пушистая а такая чуть-чуть более подсобранная и как будто бы напоминает немножко удлиненный бочонок и соответственно она будет не только круто именно тушевать по складке наносить тени но и ей можно классно прям так изначально утрабовать продукт и потом уже его разносить из более такого концентрированного пятна кисть нереально мягкая мне очень нравится ее размер он как-то знаете вот прям идеально встает складку какая-то магия просто и также можно оттягивать тени до делать какое-то легкое скульптурирование вот здесь рядом с переносицей у нее есть небольшое сужение кончику да то есть это позволяет нам также немного под вытягивать форму к виску доделывать как-то вот финальные тушевки под вытягивать их подчищать немножко подснимать продукт и дополнительно это все очень очень смягчать все переходы в кожу мне кажется максимально получаются они такие знаете очень мягкие следующая кисть это номер 09 как я уже сказала это такая маленькая младшая сестра номера 08 видите они чуть-чуть отличаются по размеру все таки 09 она больше похожа на кисточку для глаз у нее такой маленький размер она просто нереально наносит сияшки на подвижное веко очень очень классно так постепенно как-то их полировывает продукт не сыпется очень гладко растягивается по веку у нее в меру такой пористый ворс который может подхватывать шиммеры и одновременно гладкий чтобы их растирать по веку это правда классное сочетание кисточки не часто такое встречается ей действительно очень приятно носить сияшки будь то на себя будь то на клиента все таки я на самом деле настяные кисти покупала по большей части наверное для работы но все равно получаю огромное удовольствие от использования на себе тем более когда кисти так круто наносит сияшки их просто обожаю ну и плюс то что я в работе люблю больше прицельности для меня это прям очень важный фактор то что когда ты работаешь тебе нужно прям вот на конкретный участок кожи что-то нанести если там чуть-чуть вышел да как бы за параметры лучше нанести на участок и потом потушевать края чем нанести слишком много и пытаться это ликвидировать потому что ну как правило остатки излишки они все он будет лететь под глаза и в работе от конечно не очень удобно следующая кисть может показаться вам очень странные и ненужные поначалу но это была именно та кисть с которой у меня в голове возникла мысль что все-таки точно я хочу сделать заказ кистей у насти это номер 01 мне кажется такой ее флагманский наверное формат кисти по крайней мере я в других брендах такого вообще не видела и когда увидел эту кисть поняла что у бренда явно есть какое-то свое видение у автора да у насти есть свое видение она четко выработал какую-то свою технику работы она знает какие-то классные приемы которыми она пользуется на регулярной основе и соответственно под эти приемы она разработала кисти для себя мне кажется это очень крутой подход и именно вот эта кисть 01 она меня супер привлекла это очень очень тонюсенький просто малюсенький я даже не знаю как сказать не бочонок а именно скорее да свечка наверное очень очень тонюсенькая и при этом длинная с небольшим застренным кончиком эта кисть для перфекциониста тушевщика она позволяет добавить глубину настолько в маленьком количестве пространства что это очень дает классный и как бы незаметный до эффект но при этом в общем целом картина кардинально меняется я очень люблю такие знаете вот локальные какие-то моменты которые иногда сложно добавить потому что кисти слишком большие или нужна мега-мега прицельная мне в основном нравится эту кисть использовать для такого супер затемнения нависшего века это очень как-то смотрится супер изящно и дает прям легкий эффект также прикольно использовать ее для нижнего века так как она реально очень очень узенькая и иногда я даже не то что наношу ей тени на нижнее веко а подтушевываю сам валик по нижнему краю мне кажется ни одна кисть моей коллекции не позволяет мне делать это настолько прицельно конечно же блики во внутренний уголок какие-то отдельные блики также настя по моему рассказывала что на этой кистью даже и кремовые продукты наносит прям очень классная кисть необычная не могу сказать что нужна всем но действительно форма неповторимая я такое не встречала и мне в работе на очень часто пригождается понимая что наверное на каждый день это не самая прям какая-то нужная в мире кисть возможно вы будете пользоваться ей не каждый день но если вы любитель просто какой-то мега детальности вы перфекционист по своей природе то думаю что эта кисть вам определенно понравится следующие несколько кисточек я бы хотела рассмотреть таким одним планом потому что это по-моему называется график сет хотя точно не помню вроде еще одна кисть в него входит но мне кажется что она скорее немножко к другой теме относится но это лично на мой взгляд поэтому я наверное вот эти вот пять кистей вам отдельно покажу это сет для графики для стрелок для каких-то очень выточенных аккуратных элементов будь то базовые стрелки или вот это вот безумно красивая бешеная графика который делает настя от которой я просто тащусь это очень красиво но сегодня как не могу сесть и отработать мастер-класс то есть я уже посмотрела но я понимаю что чтобы эти знания закрепились да мне нужно либо на себе либо на модели это все отработать это безумно красиво но требует времени поэтому пока что я с ними развлекаюсь самостоятельно делаю себе стрелки или же использую просто в работе для каких-то базовых до обычных стрелок или тех же растушеванных стрелок из этих кистей есть две такие более наверное базовые стандартные это форма 128 и 127 128 это кисть лопатка я ее называю такая немножко треугольная одна из самых популярных кистей именно для стрелок такие подобные кисти есть бренди валери d также у натальи шик мне очень нравится такие формы я люблю имя рисовать стрелки как на себе так и на других людях мне кажется это очень удобный формат также классный формат кисти 127 это классическая скошенная кисть такой вот уголочек скажем так какой кисть я тоже люблю рисовать стрелки но именно у насти она идет чуть-чуть в таком более плотном наверное формате то есть у нее ворсинки они не сильно прогибаются она у нее прям как такая щетка стоит и даже своих мастер-классах настя показывал что она в основном пользуется ей в качестве до вытягивателя стрелок то есть она берет свой вот этот вот знаменитый бьюти миксер кстати про него как раз наверное сейчас расскажу потому что когда делаю этот макияж я его во первых использую когда смешиваю с гелевой подводкой чтобы она была более пластичная такая жиденькая она так лучше фиксируется и более тонким слоем наносится и соответственно у нас получается гораздо больше контроля над подводкой над стрелками также еще очень прикольно этот миксер использовать в качестве такой стирательной резинки то есть вы совсем какую-то крошечную капельку наносите на вот эту вот кисть скошенную да вытираете об руку и дотягиваете немножко как стирательной резинкой очень очень острый кончик реально удобная техника мне прям дико понравилось ну и опять же подчищать нижнюю границу вот эту вот водичкой силиконовой тоже очень очень удобно в общем то если вы любите рисовать стрелки на каждый день для вас это какой-то не знаю особый ритуал или вам просто очень нравится на себе эффект стрелок и вы ищете какие-то классные кисти то советую вот к этим вариантом присмотреться мне кажется вы здесь точно что-то себе прикольное найдете ну и конечно же бьюти миксер тут вообще без вопросов лично для меня он сто процентов сто пятьсот миллионов процентов переплюнул дюрлайн потому что дюрлайн от инглот для меня какой-то безумно жирный у меня от него просто все течет все подводки очень как-то с ним неудобно работать и я больше люблю использовать чтобы например из теней каких-то шиммерных делать например кремовые тени или вот что такое но как только вы подводку разбавляете дюрлайном получается на к это слишком жирная и лично мне не очень удобно ей работать а у насти здесь идет по моему чисто силикон из-за до декан французский компонент он очень классно работает он вот буквально растягивает продукт потом проходит 10-15 секунд и он улетучивается и ты как будто бы не замечаешь что он тебе помог такой вот невидимый помощник очень очень сподручная штука и другие три кисти это такие некие иголочки то есть кисти очень очень тоненькие такие длинные и отличаются они наверное просто ну скажем так размером до длиной ворс самая короткая которую настя называет иголочкой это 124 потом идет кисть по длине 130 и 030 чуть чуть по длине и пошли вот эти три кисти я чаще всего использую на клиентах когда прорисовываю ресничную линию и мне нужно это сделать прям очень очень тонко либо под пучки либо для будущей стрелки не могу сказать что все эти пять кистей вам необходимы если вы захотите делать заказ у насти в первую очередь все-таки советую рассмотреть этот набор для визажистов работы потому что это очень удобно особенно в сочетании с вот этим вот разбавителем в обратном случае если вы например не умеете далее хотите наоборот нарисовать научиться нарисовать стрелки то возьмите какой-то может один вариант кисти из этих например 1.28 и например скошеную 1.27 ну или какую-нибудь маленькую иголочку например почему бы нет 1.24 наверное вот этими длинными именно нарисовать стрелку саму вот это вот само тело стрелки вот этими двумя иголочками вряд ли вас получится сделать они все-таки такие слишком длинные и у них нету до какой-то опоры за что делать вот эти вот все уголки стрелки и так далее то есть они идут чисто для прорисовки ровной линии по реснице следующая кисть номер 0.17 и опять таки это очень необычный формат кисти это плоская кисть которая в размере от кисти для глаз до кисти для лица то есть я даже не могу понять все таки для каких целей она первоначально была создана но мне безумно это кисть нравится для нанесения консилера потому что она в профиль достаточно узенькая и соответственно вы можете залезть в все нужные места это особенно классно если у вас как у меня глубоко посажены глаза и думаю что вы это супер оцените потому что часто растушевочными кисточками вот сюда вот в глубь синячка добраться сложно плоский ворс вам позволит это сделать более детально да и соответственно пройтись консилером под нижним веком тоже это очень аккуратно сделать прям утрабовать его плоскостью хорошо так растянуть то есть отдать опять же максимальную пигментацию без утяжеления продукта мне кажется это особенно классно и также сегодня я и делала кремовое скульптурирование такое знаете очень мега супер пупер детальное люблю я короче такую работу с продуктами когда у вас маленькая но не то что маленькое лицо да у меня как бы лицо достаточно большое само да вот это пространство но глаза нос и губы у меня занимает мало места на лице и получается что мне нужно аккуратно все вот эти делать акценты чтобы не переборщить с макияжем на лице но тем не менее пигментация какая-то заметная должна быть и вот это такой очень важный момент как мне кажется мне понравилось что кистью можно классно носить кремовый скульптор прям вот аккуратненько локально на саму скулу чуть-чуть потушевать пальцем или может быть спонжем прям классный получается эффект следующая кисть одна из моих самых любимых в коллекции это номер 029 и это плоско пушистая кисть которая просто обожаю для двух целей во первых это припудривание зоны под глазами опять же она остренькая и достаточно большого размера что позволяет нам классно подлезть в глубину при этом плоской стороной так вот аккуратненько разложить пудру на зоне под глазами плюс кисть очень мягкая поэтому она наносит просто нереально тончайшим слоем также мне нравится такие для нанесения хайлайтера вот как раз таки последнее время мне кажется чаще всего использую для таких целей как я уже сказал набор я купила больше для работы но у меня тубус с кистями стоит на столе где снимаю мне просто капец как тянутся руки к этой кисточке она мне даже немножечко заменила кисть мини чик от sony g но они все-таки отличаются потому что у sony у нее у нее нет такого острого кончика в профиль видите то есть она такая более топорная и круглая в конце но в принципе это тоже прикольно она хорошо так вот тоже приземляет продукт в глубину но здесь чуть-чуть такой более прицельный получается момент и хайлайтер чуть пошире наносится sony g он чуть на меньшее пространство наносит то что у них рабочая поверхность отличаются то есть у настя воеводина кисть чуть по пошире наносит ну по обширнее скажем так следующая кисть это номер 2.30 эта кисть по моему у меня шла вместе с график сетом если посмотреть мастер-класс настя то она очень любит наносить подводку эту кистью на слизистую плотнять подводку да на ресничной линии мне почему-то эта кисть очень понравилась для детальных работ на губах поэтому я ее больше отнесла в конец до списка мне очень понравилось ей подтушевывать такие знаете мелкие тени на губах то есть допустим я беру карандаш какого-то одного оттенка определенного затем беру карандаш чуть более такого скульптурного плана например миста из 776 это более бюджетный аналог endless какао от make up forever и буквально вот так вот да знаете мелкие тени добавить по бокам губ и получается такой эффект чуть более пышный губ очень очень классная кисть это лопатка такая с более застренного кончиком соответственно для графики именно для стрелок она по моему мнению не совсем подходит следующая кисть номер 023 и ее я покупала для того чтобы наносить именно помады какие-то кремовые продукты матовые помады на всю поверхность губ у нее классная ширина именно вот такую стандартную губу скажем так и она очень тонко наносит будь то матовые помады какие-то кремовые форматы практически все продукты для губ очень очень классно буквально таким тонюсеньким слоем и за счет того что она синтетическое острое с таким острым краешком то вы никогда не выйдете за края губ и соответственно у вас очень очень аккуратно и получится заполнение и последний кисть за которые тоже мне кажется гонялась еще в первом заказе очень хотела сделать заказ ради этой кисти и 0 1 это 0 19 кисть и это такая вот горизонтальная лопаточка которая не сказать что всем очень нужна но опять же если вы фанат перфекционизма и очень аккуратной работы с макияжем то думаю что вы оцените она для меня очень классно выполняет работу корректора формы губ то есть я беру какой-то сухой консилер или корректор и очень так аккуратненько подтушевываю и корректирую форму губ если мне где-то карандаша больше нанеслось чем я планировала или я просто хочу вот здесь вот блики проставить до сбоку нижней губы чтобы как-то ну лучше форм смотрелась также ей можно подчищать нижнюю границу стрелок в общем все что касается такой вот именно подчищательной работы кисть очень очень прикольная но все-таки в первую очередь работает больше с кремовыми продуктами но не слишком жидкими а такой достаточно плотной текстуры мой фаворит в работе с этой кистью это шайбочки от нарс это консилер soft matte complete консилер очень очень классный продукт вот такой вот обзор кистей от насти воеводины у меня получился если вы уже какие-то кисти от нее покупали то обязательно пишите свои отзывы ниже в комментариях будет очень интересно почитать про ваш опыт конечно же огромное спасибо что досмотрели этот ролик до конца не забудьте оценить его лайком также написать какой-то комментарий подписаться на мой канал и всем пока пока